Десять лет назад по адресу Петровско-Заводская, 25, в Чите вырос новый дом. 80 просторных квартир разошлись, как горячие пирожки. А потом застройщик фирмы «Дружба» обанкротился. Но на память о себе оставил жильцам неразбериху с документами. Маленькая часть дома и большая часть детской площадки, как оказалось, не являются собственностью жильцов. 2 апреля рядом с домом появилась строительная техника. Компания «Энергожилстрой» выкупила землю и начала работы, поделив лентой свой и чужой участки земли, пренебрегая правилами пожарной безопасности. У нас в Забайкальском крае места больше нет, где ставить дома. Мы бы не хотели, чтобы ущемляли наши права, которыми мы сейчас уже ставим под сомнение, насколько мы ими владеем. Вот конкретно, к примеру, детская площадка, та территория, еще раз повторюсь, этот проезд сквозной. Большие опасения вообще вызывает тот факт, что к нашему дому просто-напросто будут затруднены подъезды спецтехники. Спецтехники, пожарной, скорой там, ну не важно. Более того, как бы если в том случае, если как бы двор является тупиковым, да, согласно нормативным документам, имеющимся и действующим на сегодняшний день, тупиковые дворы, они должны заканчиваться площадками не менее чем 15 на 15 метров для разворота техники. Хочется придать этому вопросу как бы максимум огласки, потому что, ну, велика вероятность того, что различными органами, ну, просто будет оттянуто время и дом в конце концов встанет. Сегодня двор напоминает разделенный на две части пирог, причем в огороженной площадке продолжают играть дети. Их не пугает близость подъемного крана, гул тяжелой техники и замечания взрослых. Однако в компании «Энергожилстрой» нашу съемочную группу уверили, за безопасность детей и пожарные нормы переживать не стоит. Все соблюдается, все под контролем. Данный многоквартирный дом при строительстве изначально был построен таким образом, что его часть располагается на соседнем земельном участке, то есть на чужом земельном участке, собственником которого являемся в настоящий момент строительная компания «Энергожилстрой». Данный земельный участок, он и не относится к придомовой территории Петровско-Заводской, 25. По поводу кусочка дома, конечно, мы не вправе требовать его сноса, истребовать его, так скажем. Конечно, дом, как он имел место быть, он в своих границах по-прежнему и остается. В случае отсутствия сквозного проезда при внутридомовой территории, действующее законодательство обязывает организовать на данной дворовой территории площадку для разворота пожарной техники. 15 на 15 метров. Данный земельный участок, который относится к квартирному жилому дома Петровско-Заводская, 25, позволяет жильцам дома организовать данную площадку. Однако в этот же день слова юриста строительной компании опровергли в региональном МЧС, куда жильцы дома по Петровско-Заводской, 25, направили свое заявление. Замеры показали, что огороженный двор несет опасность. Отсутствует разворотная площадка. То есть в случае пожара пожарная машина, к сожалению, проехать сможет, но развернуться там и так далее, какие-то действия невозможны. В ходе проверки нами был сделан запрос в архитектуру города Читы, где было установлено, что выдано разрешение на строительство. И в связи с тем, что ведется строительство по данному адресу, данное обращение для дальнейшей проверки будет направлено в государственную инспекцию из Забайкальского края, так как требования пожарной безопасности при строительстве осуществляет данная организация. Жильцы отмечают, против строительства многоэтажного соседа они ничего не имеют, просто хотят, чтобы работы были безопасными, а детям оставили площадку для игр. Пока государственная инспекция Забайкальского края занимается выяснением всех деталей стройки, жильцы написали обращение к губернатору края Наталье Ждановой. Дарья Юринская, Николай Шунков, Максим Лобачев, ЗАПТВ.